Я вот сегодня буквально пока ждал вашего эфира, читал сводку Генштаба, что Россия готовит оккупационные власти в Херсонской области, то есть готовит свою инфраструктуру фактически. И это говорит о том, что, наверное, Российская Федерация не очень серьезно, по крайней мере, в данный момент относится к этим переговорам и к, скажем, своим обязательствам, которые она декларирует по этим переговорам. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день Россия делает только то, что ей выгодно. Если она отводит войска от Киева, то она перегруппирует их на Донецкое направление, которое действительно для нее более важно сегодня. И, к сожалению, мы пока не даем ответа, как мы собираемся все-таки решать вопрос Мариуполя. И, скажем, очень много вопросов остается открытыми. Допустим, как проводить референдум, если Российская Федерация оккупировала все-таки часть территории уже после 23 февраля. Мы имеем новые оккупированные территории. Будет ли она отводить с этой территории свои войска? Ну, то есть много непонятного. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день пока еще говорить о реалистичности заключения вот такого договора, который бы даже на компромиссных основаниях, условиях удовлетворил две стороны. Ну, я, по крайней мере, не вижу. Я сейчас не участник переговорного процесса. Нужно отметить, что я в бывшей трехсторонней контактной группе был членом делегации. Сейчас ее нет. Но вот то, что я анализирую из того, что звучит, и сравниваю с тем, что происходит на самом деле, ну, как-то мне тяжело представить, честно говоря, возможность, даже через неделю, чтобы наши президенты встретились и к чему-то пришли. Хорошо. Если речь идет о перспективах, то как же здесь тогда добиваться успеха в переговорах, либо успеха в принципе, в принципе, в прекращении огня? Ведь по факту война не выгодна никому. Чего добивается Российская Федерация? Даже вот, видите, по переговорам мы видим одно, а по факту ракетные обстрелы все равно продолжаются. И вы вот подтвердили информацию, что по сводкам Генштаба все равно планируются оккупационные администрации в разных первых городах. Российская Федерация пытается на сегодняшний день уже, скажем так, сохранить лицо и закрепить то, что она получила. То есть если планировалась полная оккупация Украины, смена власти фактически, и подписание капитуляции, потому что мы помним там условия деноцификации, да, демилитаризации, то сегодня, скажем, эти условия, ну, по крайней мере, в таком жестком варианте уже не звучат. Тем не менее, мы же видим, что они так проводят фактически демилитаризацию, уничтожая нашу военную инфраструктуру. Поэтому Россия, скажем, пытается закрепить то, что она уже получила. И я просто, ну, субъективно, и как участник, скажем, одного из дипломатических процессов Российской Федерации, не верю в то, что она вот это просто отдаст. Здесь наша задача все-таки усиливать военное давление, потому что пока не будет стоять подписи под конкретным документом, военные действия, это к вашему вопросу прекращения огня, да, я уверен, что военные действия будут продолжаться. Потому что чем эффективнее военные действия, тем сильнее позиции стороны на дипломатических переговорах. Поэтому, еще раз говорю, я, ну, это мое субъективное мнение, может быть, у меня недостаточно информации, может быть, я не знаю то, что знает господин Подоляк, допустим. Но у меня складывается впечатление, что Россия пока что просто использует эти переговоры, скажем, для перегруппировки своих сил, для идеологической обработки, в первую очередь, своих граждан. Потому что планировалось одно, и сейчас нужно выдать меньший результат, но как большую победу. Кстати, по российским СМИ я не вижу, честно говоря, чтобы вот немножко притухали вот эти настроения антиукраинские, скажем так. А если они не притухают, значит, кому-то в России выгодно их использовать для дальнейшей эскалации, для дальнейшего напряжения.